Мир вам! Мы будем молиться, просить Божьего благословения на это утреннее служение, на участие детского хора в этом служении. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе за новый день, за то, что милость Твоя обновилась и сегодня. Мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты хранил нас, семьи наши, на протяжении этой недели, которая была полна событиями различными. Но, несмотря на это, вот мы здесь, мы в Доме Твоем, и мы собрались для того, чтобы восхвалить Тебя, прославить Тебя. Вместе с детским хором мы просим Твоего благословения на участие детского хора. Благослови, Господи, их, благослови также и проповедь Слова Твоего. Каждого из нас, наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Споем песню под номером 598. «Радуйся, мир, Господь грядет». «Радуйся, мир, Господь, грядет». «Радуйся, мир, Господь, грядет». «Радуйся, мир, Господь, грядет». «Радуйся, мир, Господь грядет». а и а а а и а а а а а а а а но а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Самый дорогой подарок в Иисусе послан нам Субтитры создавал DimaTorzok 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 от Матфея Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Семья — это каждодневный труд, который делает тебя счастливым! Семья — это моя крепость в жизни! Размышляя над Священным Писанием и началом Рождества, мы можем задать вопрос, Господи, почему самое дорогое в своем понимании своего Сына Иисуса Христа, почему Христос не пришел в какой-то прекрасный духовный монастырь и там не был воспитан? Почему не воспитали его ангелы? Друзья мои, Бог отдал Иисуса Христа в семью. Бог отдал самое дорогое, свой самый драгоценный подарок в свой самый лучший институт взаимоотношений, который когда-либо был создан им на земле. Бог отдал Иисуса Христа в семью. Семья — это действительно подарок для каждого из нас. Бог отдал Иисуса Христа в семью молодых людей, молодых людей, которые только готовились к браку. Потому что Божий поступок рождения Христа, он основан на любви. Потому что семья, библейская семья, и то, что Бог вкладывает в семью, оно основано на любви. А что же значит любить? Любить — это желать жить ради добра и счастья другого человека и подтверждать это каждый день своими словами и делами. Вот сюда отправил Бог Иисуса Христа. Вот сюда дал возможность родиться Бог Иисусу Христу. любовь кому-либо — это не просто сильное чувство, это решимость, это осознанный выбор, это обещание. И если бы любовь была только чувством, то не было бы основания обещать любить друг друга вечно. чувство приходит и уходит, как я могу знать, что оно останется навеки, если мое действие не содержит осознанного выбора и решения. Друзья мои, семья. Рождество Иисуса Христа начинается с формирования семьи. Бог дал нам этот уникальный институт взаимоотношений, который основан на любви. И любовь — это дело. Бог создал институт семьи на земле для того, чтобы семья стала прообразом церкви. Церковь — это прообраз семьи. Мы называем друг друга братьями и сестрами. Мы называем Бога Отцом. Когда Иосиф стоял перед решением, ангел сказал ему некие слова, которые являются привилегией семьи всегда и привилегией церкви. Он говорит, не бойся принять Марию. Привилегия церкви сегодня принимать. Семья принимает. Мы не выбираем своих родителей. Мы не выбираем ни пап, ни мам. Мы не можем выбрать себе семью. Семья принимает. Сегодня прообразом церкви, прообразом семьи является церковь. И двери церкви сегодня открыты, и она принимает. Она готова принимать в свою семью людей, которые готовы принять Иисуса Христа как своего личного спасителя и готовы принять Бога как Отца. Несколько качеств вот этих молодых людей, которые готовились к браку. И мы читаем, что перед свадьбой вот оказалось, стало видно, что Мария беременна. Эти двое молодых людей, Иосиф и Мария, они до Юры были перед людьми как муж и жена. Был определенный период времени для того, чтобы публично доказать чистоту своих взаимоотношений. Но вот в этот период оказалось, что она беременна. Есть одно качество Иосифа, и это очень важное качество для нас, мужчины, братья, отцы. Когда оказалось, что она беременна, и он узнал об этом. И не было практики беременности от Духа Святого, ему нужно было поверить. Есть одно качество, о котором говорит Священное Писание. Он был праведным. Он был праведным. Библия о праведности говорит, что праведность в Библии в значительной мере это правовое понятие. Праведность требует не только просто воздержания от злодеяния, но и постоянного стремления к справедливости и совершению благих поступков. Противоположность праведности это порочность. Так вот Иосиф, будучи праведным, мог поступить правильно. Он мог огласить, он мог разобраться, отпустить ее и остаться свободным. Но от праведности Иосифа зависело появление Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться о наших семьях. Мужчины для нас пример праведности для глав семейств. Чтобы наши семьи были тверды в вере, нам нужно быть праведными. Одно качество Одно качество Марии, о котором говорит Евангелие от Луки. Когда предстал ей ангел Господень и все сказал, что с ней будет, она сказала, все раба Господни. Праведность Иосифа привела его к послушанию Божьему плану. Кротость и смирение Марии привели ее к послушанию в Божьем плане. Это пример для наших семей. Поэтому мы будем молиться о наших семьях сейчас. Самое ценное, самый ценный институт взаимоотношений, который является правообразом церкви. Мы будем молиться о нас, чтобы нам, братья, быть праведными. Мы будем молиться о наших вторых половинах кротости и смирении. И нам нужно быть таковыми. От праведности Иосифа зависело рождение Иисуса Христа. Будем праведными, будем твердыми в вере, будем послушными Господу. Аминь. Небесный Отец, мы благодарны Тебе за Священное Писание. Мы благодарны Тебе за вот те особенные факты, которые мы читаем о Рождестве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе за наши христианские семьи. Мы благодарны Тебе за основание семьи, которое Ты дал во Иисусе Христе. И это любовь, Господь. Мы просим и молим Тебя, чтобы нам, главам семейств, быть праведными, Господи. Быть праведными, верными, честными, уповающими на Тебя. Господи, помоги, чтобы в наших семьях, Господи, дай мудрости в воспитании деток, которые сейчас перед нами, Господи. Благослови их вырастить верными Тебе, Господь, последователями Твоими. И служение наше сегодняшнее перед лицом Твоим благослови. Аминь. Сегодня день рождения у Господа Христа. Иисусе Мальчик Маленький, И кто подумать мог, что этот Мальчик Маленький был всемогущий Бог. Да молодых истаньки, да жестких и детей. Родился Мальчик Маленький, да спешит спасти людей. Аминь. Сегодня день рождения у Господа Христа. Ему хвалою белье наполнены уста. Сердечки наши, детки, живой в яду ходом, как лясли Вифриенский Христу мы отдаем. Как елочки зеленые хотим мы вечно жить, и Господом спасенный всегда ему служить. Аминь. Тихо, тихо. 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 Аминь. Средь овец и коз Наш Спаситель был рожден Иисус Христос Лишь Иосиф и Мария Радостно глядят Как лежит младенец Мирно чудное дитя Кто ж поверит это вести Что в таком невзрачном месте Нам родился царь царей Хоть мы маленький ростом Но мы верим, верим просто Мы спешим к нему скорей Мы спешим к нему скорей В темном поле пастухи Услыхали глаз Поклонитесь а тому Кто рожден для вас И ликующие песни Развелись в поля Горы с ангелов небесных Аминь. 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 И с нами острове пребесном а ног. а а а а а а а а а и и и Истинные креста и а а а а а а а а а и и и а а а а а а а и и а 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 и а и а и а а а а а а а а и а а а а а во а Рождество В целом мире Тождество Наступило Рождество Наступило Рождество В праздникам, в праздникам Взрослых и ребят Даже праздникам это говорят Потому что Тождество Потому что Рождество Потому что Тождество Потому что Рождество Потому что Рождество Спать нам не хочется В эту ночь совсем Хочется, хочется В городе и в небо Посмотреть на Тождество Там, где было Рождество Там, где было Рождество Там, где было Рождество Посмотреть на Тождество Там, где было Рождество Там, где было Рождество Там, где было Рождество Посмотреть на Тождество Там, где было Рождество Посмотреть на Тождество Там, где было Рождество Жила рождества Припятати царя, княжу ціхнепеса Не чекає Бог золоту красу Я цінніше для нього дарунок несу Я вітаю тебе з дненародження Ісу Мога рука поцелу ісцею Я вітаю тебе з дненародження 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 ісцею Подарунок усе, своє серце несу Я вітаю тебе з дненародження ісцею Я вітаю тебе з дненародження ісцею Я вітаю тебе з дненародження ісцею Я вітаю тебе з дненародження Дненародження ісцею Я вітаю тебе з дненародження ісцею Я вітаю тебе з дненародження ісцею Ні з дненародження ісцею Продолжение следует... И в ангельском пении небес чудеса Славят рожденного. Возвысьте голоса, Прославьте Христа, Принесите мир и любом другим, Зажгите свет. Пусть горит свеча, И пусть этот свет Нас сбрекает от многих бед. И дай нам Бог От всех уйти тревог В Твое присутствие, В Твое присутствие. Придите к Иисусу, В Нем спасенье есть. Это Он за Тебя Нес тяжелый грех. Радость пришла, И воскресший Бог Забива сиял Спасенье на дар. Прославьте любовь, Что на кресе проливала кровь, Зажгите свет. Пусть горит свеча, И пусть этот свет Нас сбрекает от многих бед. И дай нам Бог От всех уйти тревог В Твое присутствие. Придите к Иисусу В праздник Рождества. Он родился в Ливу, Но земля Его ждала. И в ангельском пенье Небес чудеса Славят Рожденного Возвысьте голоса. Красавче Христа Принесите мир И любом другим Зажгите свет. Пусть горит свеча, И пусть этот свет Нас сбрекает от многих бед. И дай нам Бог От всех уйти тревог В Твое присутствие 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 Спал город усталый Спал как никогда И никто не узнал бы Если б не эта звезда Что заглазь незаметна В небе прохладном ночном И любовью согрета Искала отцовский дом Где появился крошка В теплом, теплом хлеву Там, где тесно немножко Он увидел маму свою Зло мне побежденный Не знав, что он страшный грез Этот благенец рожден Был великий Мессия Христос Бифлеем 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 Город памяти моей Город счастья и любви Бифлеем 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 Иисус Христос 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 И он там имел автомобиль и написал такой текст большой на стекле сзади, кто его помнит, и написал, для чего ты живешь. И он ездил с этим текстом везде. Мы в Киеве были с ним на его автомобиле, и он там ехал, и люди озирались на эту надпись крупными буквами, для чего ты живешь. Друзья, дорогие, это очень важный вопрос. Он радовался. И между ними была великая пропасть. Христос эту пропасть увеличил, разделил и отделил ад. Он будет совершенно в другом месте. И в этом плане, где я буду проводить вечность, мы с вами и живем, мы с вами и трудимся, и изучаем Писание. И у нас есть задача. Если я живу на земле, у меня есть задача. И задача не только иметь семью и воспитать. Это по ходу. Господь дал многим семьи. Кому-то не дал. Кому-то такое определение, кому-то такое определение. И кто-то своих детей воспитывает, кто-то берет оставленных детей, усыновляет, удочеряет, воспитывает. Это одна сторона. У Бога есть предназначение. И предназначение каждому спасенному человеку, братья и сестры, это не отдельное служение. А у нас во всех абсолютно одно общее предназначение – прославить Бога на земле. Люди Его не знают. И мы должны помнить слова Иисуса Христа, которые Он сказал. Иоанна 17 глава, 4 стих. Иоанна 17, 4. В молитве. Он дает отчет Богу. Я прославил Тебя на земле. Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. Вся Его жизнь была прославить Отца. И когда людей кормил, и когда бурю успокаивал, и когда запрещал, когда увещевал, когда фарисеям и книжникам говорил горе вам, и там целый перечень, 23 глава Иоанна Матфея, у Него была цель, у Него была задача жизненная. Он пришел спасти, взыскать и спасти, друзья, дорогие. И конечный результат на сей час я и пришел. Он пришел умереть за нас на кресте, уплатить за нас. Это была конечная цель. Но Его цель была прославить Иисуса Христа. Это было, это Его подвиг, подвиг смирения. Об этом филиппийцам пишет апостол Павел. Смирил себя до смерти и смерти крестной. И этим Он прославил Отца Небесного. Он прославился своим смирением. И этим Он прославил Отца Небесного. Будучи весьма великим, тот, через которого все начало быть, что начало быть, Он смирил себя. Он позволил войти в Вифлеем маленьким младенцем, спеленатым, положенным в ясли, где кормили животных. Он позволил себя воспитывать в семье. Он позволил себя учить. Он принял крещение, которое принимали грешники, крещение Иоанново, крещение покаяния. Но потом Он пошел дальше. Он пошел туда, куда никто не ходил. Он пошел на крест. На крест многие ходили, но за свои грехи. Он пошел абсолютный праведник, рожденный от Духа, чистый. Он взял наши с вами грехи. Никто до Него и никто после Него не умирал за грехи всего мира. Он прошел, взял грехи наши на себя. И у деток есть надежда. Если они будут жить с Иисусом Христом, они будут с Ним вечно. У нас есть надежда. Если мы будем ходить, как мы приняли Его, мы будем с Ним жить вечно. Друзья, дорогие, и вот наша задача ее в 9 стихе сформулировал апостол Петр в конце отрывка, который мы читали. Новый род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы чудный свой свет. А как возвещать его совершенство? Это так жить, как Он. Это так мыслить, как Он. Это так любить, как Он. Это так смиряться, как Он. Это так повиноваться, как Он. Друзья, дорогие, мы сегодня смотрим на деток. Вы же определили, кто самый красивый? Это бесполезное дело. Это бесполезное дело. Но вы присмотритесь, кто из них самый послушный. Это самое большое преимущество детей быть послушными. Вы согласны со мной? Если вы послушные, вас не наказывают, вас хвалят, вас любят, да? Послушные дети радуют родителей. Поэтому на вас смотрят все. И вас записывают. И будут смотреть и в Америке кругом. И будут искать, кто из вас самый послушный. Будут наблюдать за вами. Потом мне сообщат. Друзья, дорогие. Вот задача возвещать совершенство призвавшего. И как мы эту задачу... С чего начинать? Вот начинается год. Вот начался год. И мы с вами имеем не просто цель как-нибудь выжить этот год, как-нибудь пробраться, как-нибудь прожить на ту пенсию, которую получаем, или без пенсии, или еще как-то. Как-то пробраться через эту жизнь. Друзья, это все второстепенное. Христос сказал, ищите прежде Царствия Божьей и правды Его. Это все предложится вам. Есть Бог, который заботится о нас. У нас есть цель. Прославить Его на земле. Друзья, дорогие. И каждый даст учет за себя. С чего надо начинать? Друзья, дорогие. И Иисус Христос сказал... Мы прочитали в этом отрывке, который прочитали, второй стих, как новорожденные младенцы. Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. То есть, есть то, без чего не обойдется. Человек не может обойтись без пищи. Да? Пища и вода. То есть, то, чем мы наполняем организм, чтобы он существовал. Младенцы, которые рождаются, они нуждаются в пище. Их пища молоко. Почему оно легко усваивается? В нем есть все, что нужно. Вот их задача. Задача мамы обеспечить этим молоком. И задача ребенка пить это молоко. Если какая-то болезнь, и ребенок не может пить, он болеет, худеет, и рано или поздно, не принимая пищу, он умрет. Друзья дорогие, поэтому Петр и пишет, но мы-то прошли с вами откуда? Мы-то пришли с вами из мира. Большинство из вас пришли уже с сердцем наполненным чем-то, да? Если я вырос в христианской семье, и в нашей семье никогда не говорили плохих слов, то я никогда их не говорил. Я могу сказать, я никогда не говорил плохих слов. Потому что я их не слыхал. Потому что я знал, что это мир. Я знал, что это там, где Бога не знают. И поэтому я никогда не говорил. А некоторые из вас, кто принесли запас, сквернословие, да? С запасом, с багажом пришли. Некоторые из вас пришли с багажом обид, с багажом зла, зависти. И поэтому Петр пишет, начиная вот этот отрывок, и так отложивший всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть, всякое злословие. Вот есть то, что мы с вами должны оставить. Что мы должны где-то оставить? Друзья, дорогие, в день покаяния мы принимаем Господа, Иисуса Христа. Он приходит и изменяет наше сердце. Оно становится новым. А природа-то наша старая идет с нами. А характер-то наш идет с нами. А наклонности, а то, что мы уже привыкли, привыкли командовать, привыкли, чтобы было по-нашему, привыкли, чтобы нас слушали, привыкли подавлять других плохими словами, привыкли выражать свою злобу, привыкли носить ее. Носить ее в сердце, эту злобу. Мы привыкли возмущаться, мы привыкли поступать так, как все люди поступают. Это мы принесли из мира. Но Христос спас нас и очищает нас, и заботится о том, чтобы нас очистить. Друзья, дорогие, кому приходилось в селе покупать старый дом, люди где-то забрали в дом престарелых, и дом продают, родственники или кто-то покупали, то я уверен, что самая первая, самая непростая задача очистить его. Там столько нужно с чердака снести всего. Небольшой домик мой тест купил, он думал, что я буду выращивать огурцы всю жизнь. Купил, сказал, земли хватит тебе, будет работа. купил, я проезжаю, купили вам домик в селе. Там жил человек, который парикмахером был сельским. Но надо очистить. Мы три субботы, с утра до вечера, с чердака, с комнат, выносили, жгли, жгли, жгли. Мы столько всего вынесли, мы столько всего, каких запасов дырявой обуви, каких запасов всяких сгнивших вещей, чего только мы оттуда не выносили. Три субботы потратили только очищать этот дом, чтобы хотя бы начать там ремонт. Друзья дорогие, а как вы думаете, нас надо очищать или нет? И сколько суббот надо? Сколько лет надо, чтобы нас очистить? Петр пишет, вот прежде, чем вы взялись читать в этом году Библию, прежде, чем вы решили начать жить по-новому, начать жить правильно, начать жить по Писанию, займитесь очищением своего сердца. Из чего? Отложите всякую злобу. Надо разжигать, что такое злоба. Всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. просто. Вот это все возьмите и отложите. Иаков, 1 глава, 21 стих, пишет, вот предыдущее послание, Иакова, тоже апостол, посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Друзья дорогие, вот если мы хотим в этом году прославить Господа, чтобы научиться пребывать в Его слове, возлюбить чистое словесное молоко, не переступайте вот этот порог. Разрешите Духу Святому поработать сердце, очистить, вынести все это, проверяйте, нет ли этого, не осталось ли это, хотя бы вот эти простые ярко выраженные вещи. Друзья дорогие, это очень серьезно. У вас не получится никогда духовного роста, вы никогда не полюбите Слово Божие, чтобы читать и изменяться, если не очистите свое сердце, если не разрешите Духу Святому обличить и вынести эти грехи с вашего сердца. Друзья, не получится прославить Господа. И поэтому Петр и Иаков пишет и каждый раз пишет там, где нужно Слово вложить, где нужно вложить Божье Слово. Друзья, дорогие, всегда для того, чтобы начать новый путь, нужно жить по-новому, думать по-новому, нужно решить вопрос старого. И для этого нужна ну хотя бы остановка. Некоторым просто нужно остановиться, разобраться. просто остановиться, разобраться, куда мы движемся, а потом двигаться дальше. Иеремия, 6 глава, 16 стих. Бог говорил своему народу, чтобы народ смог понять, куда он идет, Бог говорил своему народу через пророка Иеремию. Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему и найдете покой душам вашим. Я дальше не люблю читать. Кто-то читал этот стих до конца, это не о нас. Да? Но народ израильский сказал, не пойдем. Друзья, дорогие, Бог предлагает, чтобы мы шли верным путем остановиться. Нужны остановки молитвенные, нужны остановки в посте, нужны остановки иногда закрыться в комнате и разобраться со своим сердцем. Друзья, дорогие, нам необходимо разбираться с нашим сердцем. Иакова, 4 глава, 7 по 10 стих, это верующим, друзья, это верующим написано. Иакова 4, 7 по 10 стих. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу и убежит от вас, приблизьтесь к Богу и приблизиться к вам, очистите руки грешники и справьте сердца двоедушные, сокрушайтесь, плачьте и рыдайте, смех ваш да обратится в плач и радость печаль. Смиритесь пред Господом и вознесет вас. Это совет навести порядок в душе своей. Друзья, дорогие, самая неблагодарная работа это подсказывать другим, что нужно навести порядок. Представьте, вы пришли в гости и говорите хозяйке, а там у тебя пыль, а там тебе надо помыть, а вот это надо тебе выбросить. Как вас примут гости? Больше никогда не пригласят. Друзья, дорогие, больше никогда не пригласят. Друзья, дорогие, поэтому мы никогда в гостях не подсказываем, да? Мы никогда в гостях не подсказываем. Друзья, дорогие, Господь нам подсказывает, давайте займемся своим сердцем, каждый своим. И потом, друзья, возлюбите чистое словесное молоко. Это Библия, это Слово Божие. Потому что все, что не Слово Божие, оно не чисто. Друзья, когда вы покупаете в магазине бутылочку молока, я не думаю, что кто-то из вас думает, что оно точно такое, как корова дала, и оно поступило в магазин. Ему сделали уже 2,5%. Чем? Вы знаете, чем делают, понижают жирность. С ним уже много поработали с этим молоком. Оно уже не то молоко. Поэтому, если вы имеете свою корову, и сами доите, или козу, вы пьете настоящее, чистое молоко. На самое настоящее. Все остальное мы только доверяем всем продавцам, что они продают настоящее молоко. Поэтому читайте вашу Библию, не переделанную кем-то, не исправленную кем-то, не замененные слова. Вы знаете, что у меня заметка лежит, в Библии вырезка с газеты. В Америке издали Библию для тех, однополых браков. И изменили всего три стиха в Библии. Всего три стиха. Они под себя поменяли. Есть люди, которые поменяли имя Бога. Вот они хотят, чтобы была Библия под них. Те хоть под себя. Знаете, друзья, возлюбите чистое словесное молоко. Мы не можем вам сказать, мы не можем читать на древнееврейском, на древнегреческом. Не печатаются всем такие книги. Но мы можем проверенные переводы, через которые покаялось очень много людей, пришло к Господу. Мы можем через эти переводы читать и сопоставлять. Мы можем на украинском иметь Библию, на русском языке иметь Библию, кто-то на немецком, на английском. Можем сопоставлять, но я читал, что только Америка имеет 400 переводов Библии. Ну, вроде все в одну Библию, но в каждой вроде точнее, чем все остальные. У нас есть простое словесное молоко. Библия, через которую уверовали наши правоцы, отцы, деды наши, Библия, которая пробудила славянский народ, которая дала покаяние, новое движение, которая всколыхнула всю Россию, тогдашнюю Украину, Кавказ. Это Библия, которую сегодня мы с вами и которая впервые в таком виде была издана в 1876 году. Ну, хотелось бы, некоторые слова меняют и хорошо архаизм, но это перевод проверенный жизнью. Он дает жизнь, дает покаяние. Возлюбите чистое словесное молоко. Послание Евреям 4.12 написано «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча будет до острова. Оно проникает до разделения души и духа. Составы и мозгов судят, помышления, намерения сердечные». Друзья дорогие, Слово Божие, оно проникает. Когда мы берем его, когда мы читаем, оно начинает проникать в наше сердце. Оно производит в нас работу. Вы помните 4-я книга царств, мы не будем читать эту всю историю, прочитайте дома 22-ю главу, какой поворот в жизни царя произвело, когда пошли серебро искать в храме, а нашли Библию, нашли Слово Божие, закон. Прочитали царю, как он одежду разодрал, как он смирился, как Бог потом поменял план о нем самом. Ему пронесли Слово, он прочитал, и оно подействовало на него. Если бы на читателей, то одно, но он был царь, оно подействовало на него. Друзья, вы помните книга Неемии, восьмая глава? Когда собрался народ, принесли книгу, народ собрал, прошел из плена 70 лет в чужой культуре, с чужими богами, там все другое, надо было собрать, объединить, исправить, настроить на строительство храма. Принесли Библию, восьмая глава Неемии, я советую прочитать ее всю дома. И вы увидите, что Слово, которое начали читать, Слово Божьих требований, Божьего закона привело точно, народ стал плакать, народ рыдал, Слово подействовало, и люди начали каяться, люди начали справляться, и Бог начал работу в сердцах, потому что принесли Слово. Друзья дорогие, мы живем в мире ужасном, где много зла. Апостол Павел пишет Тимофею, и тогда так жили. И он пишет, 2-е послание Тимофею, 3-я глава, 13-го по 17-й стих. Обратите внимание, что он пишет. Злые же люди и обманщики будут преуспевать возле, вводя в заблуждение, заблуждаясь. А ты пробивай в том, чему научен, что тебе верено, зная, кем ты научен. При том же, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение веру его Христа и Иисуса. Все писание богоудохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. Чем? Что будет рассматривать злых людей? Нет. Писание. Он будет углубляться в Писание. Друзья дорогие, это очень важный момент. Наше отношение к Слову Божьему в этом Новом году. Сегодня так много технических всяких изобретений. Друзья дорогие, я хочу сегодня дать совет не только старшему поколению, а молодому поколению. Друзья, имейте обязательно и читайте обязательно бумажную Библию. Оно чистое словесное молоко. Там вы не попадете, если пальцем не туда двинули на какой-то комикс, на что-то греховное, на показ каких-то мод, на порнографию, никуда. В мобилке вы можете все найти, в интернете вы можете найти Библию, но там рядом совсем не то. Поэтому возьмите чистое словесное молоко, полюбите чистую вашу, чтобы у вас была обязательно ваша бумажная Библия. Апостол Павел писал Тимофею, 2 Тимофею 4,13, он просил, чтобы ему пронесли, он был в тюрьме в это время, и он просил, пронесите мне 4,13, 2 Тимофею 4,13 мы читаем. Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в траде у Карпа, и книги, особенно кожаные, это те древние, старинные, это тяжелые, это неудобные, принеси, друзья дорогие, принеси книги. Читать, нужно любить читать. Я помню человека, он погиб в автокатастрофе, но я когда с ним беседовал о Боге, и дал ему книгу, ему, которому уже лет много. Я помню, там возле окна, возле кабинета, когда я дал ему книгу, а потом он принес, я прочитал, говорит, это первая книга в жизни, которую я всю прочитал. Он не читал, потому и жизнь была соответственная. Человек должен читать, но что читать? Возлюбите, чистое, словесное молоко. Комментарии потом, мы их читаем, мы читаем проповеди, мы читаем исторические книги, но в основе лежит Библия. Друзья, дорогие, Георг Мюллер, известнейший герой веры, на молитвы, которого Бог отвечал всегда, и погода менялась, и сироты деньги получали, и дома строили, все по молитве, молитве веры. У него была особенность одна, он вел дневник чтения Библии, он прочитывал Библию четыре раза в год, и он писал, друзья, он писал в одной из записей, я каждый день читаю Библию, читаю Слово Божие, чтобы наполнить себя радостью, чтобы изменить мое сердце, чтобы оно менялось. Минимум два раза в день он садился за основательное чтение Библии. В другой записи он пишет, я нашел уже, когда он 14 лет после уверования уже, когда он полюбил это слово, он пишет, я нашел, что самый главный мой труд это читать Библию, это читать Слово Божие, все остальное Господь помогает устроить, но я должен пребывать в Слове, чтобы получать ответы, чтобы правильно мыслить, чтобы правильно чувствовать, правильно относиться, я должен получать ответы. Друзья, он читал Библию столько много, минимум 4 раза в год, за оставшуюся жизнь, он уверовал в 30 лет, покаялся, за оставшуюся жизнь, он прочитал до своей смерти Библию более 200 раз. У него была сильная вера. Христос сказал, если кто пребудет во Мне и Слово Мое в вас, если пребудете, то все, чего пожелаете, просите, будет вам. Друзья, это не праздные слова. Завтра, понедельник, у нас будет завтра вечером в 6 вечера первое молитвенное служение вечерней, мы с утра переносим на вечер. Я советую за день найдите время, вся церковь, прочитайте первое послание Иоанна об общении, об важности. Друзья, дорогие, обратите внимание, Господь сегодня желает, чтобы мы с вами все вместе начали читать Библию. Дьявол будет завтра строить вам очень много планов, вам будут много мешать, но вы прочитайте, сядьте, не на ходу, а внимательно первое послание Иоанна. Он открывает очень много доктринальные вещи, покаяние, смирение, отношение к греху, отношение к ближним и так дальше. Пообещайтесь завтра, наша церковь вся прочитает первое послание Иоанна. Там немного, там пять глав. И вы узнаете, о ком молиться, о ком не молиться, и вы узнаете, как молиться. Очень много вещей откроете для себя в этом коротком послании, пять глав. Это 15-20 минут, если подряд читать. Но вы уделите час для размышления. Если мы завтра прочитаем все первые послания Иоанна, вы увидите результаты в своем сердце, в своей жизни, если вы молитвенно подойдете к этому. Друзья дорогие, сегодня Господь побуждает нас начать регулярно читать Слово Божие. Читать Ветхий Завет, читать Псалтырь, читать ежедневно одну из глав книги Притчей, там 31 на каждый день хватит, читать Новый Завет обязательно. В нем Христос. Там прообразы, а в нем Христос. Если вы поймете, что это главный труд ваш, чтобы прославить Бога, вы увидите, как изменитесь вы, потом изменится церковь, изменимся все мы, и мы сможем тогда быть готовы встречать Иисуса Христа. Мы будем сейчас молиться. Друзья, книга Откровения, 1 глава, 3 стих, начинается книга Откровения, и сразу же Господь обращает внимание, блажен кто? Читающий. Блажен читающий. Потом слушающий, Слово Божье. Если вы работаете, включили аппарат какой-то, наушники, слушайте. Читающий, слушающий, и хватит. Исполняющий. Друзья, дорогие, мы с вами на грани пришествия Иисуса Христа. Вот это скоро событие в мире сжимается так, что вот церковь должна быть взята, она не будет участвовать в тех ужасных событиях последнего времени. Она будет взята. Я сохраню тебя от годины искушения, говорит Господь. Но где мы будем проводить вечность? Какое наше будущее? Как мы прославили Бога на земле? на сегодня христианство разрешите сказать печальную новость? Христианство позорит Христа. Христианство сделало религию христианскую непопулярной. В Америке сделали опрос и недавно мне прислали 85% заявили, что они не верят в Бога. Даже пастора некоторые, даже некоторые члены церквей, они не верят в Бога, потому что не читают Слово Божие. Братья и сестры, пусть Господь сегодня побудет нас, положит на сердце нам, заняться тем, что очистит сердце наше, но мы не очистим, пока не будем читать Слово. Читая Слово, погружившись в Него, наполнив себя им, мы изменимся, и вы увидите, как будут выглядеть все люди по-другому, как будет выглядеть все по-другому, как мы начнем переживать за грешников, как мы начнем понимать, что наше жительство на небесах. Пусть Господь поможет нам в этом, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Помолимся. Может, кто-то желает покаяться сегодня, друзья дорогие, если желающие сегодня покаяться, обратиться к Господу, вы можете это сделать. Отец Небесный, Господь наш, мы стоим пред тобою. Я благодарю Тебя сегодня, что в Слове Твоем есть это сильное побуждение нам заняться очищением своего сердца. В Слове Твоем есть сильное побуждение нам заняться в этом году чтением, регулярным чтением и изучением Слова Твоего. Когда мы закрываем дверь за собою, когда мы погружаемся в чтение и молитву, когда Ты наедине говоришь нам откровенно и чисто и мы можем откровенно Тебе открыть наше сердце, Господь наш. Помоги, чтобы в этом году никто не остался безразличным, холодным к этому призыву. Помоги нам регулярно, постоянно читать Твое Слово. Благослови наши молитвы, благослови наше служение, чтобы мы прославили Тебя, Бог наш, Тебе вечному, живому, святому благодарность за Твое долготерпение и милость Отсутственную Духу Святому. Аминь. Братья и сестры, говорили, пение, мы поучаствуем в добровольном служении. Детки идут в воскресную школу. Ура! Видите, как хорошо. Я сказал, идут, а не бегут. Дети, я сказал, идут. Аминь. 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 Мат card.